приветствую всех дорогие друзья у микрофона пассажир и сегодня речь пойдет о лучшем на мой взгляд топе ссср россии т-72 b3 почему же он им не является не так давно введенный т-8 с бвм спросите вы все просто бываем в текущем его состоянии не обладает шармом нагиб машины по сути на данный момент это полутанк без самого главного преимущества а именно дополнительного бронирования но давайте не будем о грустном доберемся мы еще до т-8 с бвм перейдем к веселому т-72 b3 венец творения ветки 72 аппарат ахиллес в чистом виде из преимуществ имеет внушительные характеристики для эффективного а главное веселого правда с оговорками ведения боя броня умеет иногда танковать но думаю сами понимаете что на топах это особо не рояли особенно когда речь заходит от советской техники скоростные характеристики не подводят мощности двигателя хватает с запасом мы уверенно передвигаемся от точки к точке и способны на бортовые атаки опять же с оговорками все что касается наведения на противника также на высшем уровне и не уступает натовским танкам поворот башни быстрый точный наведение по вертикали выше всяких похвал как говорится увидел навелся подбил или вышен в алгар тут как повезет но самое главное для меня почему же я отношу данный аппарат к лучшим является совокупность габаритов и вооружения а конкретно там дэмны и птуры который пробивает 850 миллиметров брони и пуляет на дальность 5 километров погибли для любого противника который встает у нас на пути будь то воздух или земля конечно в наличии есть и топовые ламы 3 bm 60 но это классика которая приносит стандартные эмоции нам же интересны не совсем стандартные если брать в расчет танки меры борьбы с противником само собой геймплей на турах довольно своеобразные иногда непредсказуемые помним о деревьях заборах это все будет нам мешать устранить противника но тем не менее это и делает игру на дальной технике веселый благодаря своим габаритам а мы компактнее т-80 соответственно менее заметный можно накидывать по противникам почти из-за складок местности не опасаясь за свою драгоценную шкурку еще и получать своеобразное удовольствие от выкуривания притаившегося супостата где-то за холмом на краю карты с вертолетами также можно справляться правда от стопроцентной эффективности данного метода можно спорить но как факт возможность такая есть но не все так радужно как может показаться на первый взгляд и в этой бочке с медом есть ложка дегтя а кроется она в банальности помните самом начале я назвал данный танк как и лесом так вот т-72 b3 хорош собой красив способен наказывать противников и делать это без особых усилий предложен понимание момента знания карты и выбора позиции только вот изъян на пяточке делить преимущество данного танка ровно пополам думаю вы уже догадались о чем идет речь скорость заднего хода ее попросту нет говорить что 4 километра не хватает было бы кощунству она отсутствует по факту мы лишены возможности отступать как класса поэтому при врывах вспоминаем достаточно известную вещь времен войны ни шагу назад только вперед в остальном аппарат шикарный приятный во всех отношениях используя комбинированный стиль геймплея подбор боеприпасов под каждый момент и правильное позиционирование на карте можно реализовывать достаточно хороший бой первых рядах в этом деле главное держать голову холодной не переагрессировать когда это не нужно и не стоять когда есть возможность зарашить это пожалуй все что я хотел рассказать вам о т-72 b3 без лишнего пафоса и натяжки хронометража интересно узнать ваше мнение по поводу данного аппарата и какой танк с ссср россии вы считаете самым топовым тем с двойку возможно восьмидесятку комментарии всегда открыты как и лайки но еще подписки конечно на этом пожалуй все благодарю за просмотр увидимся а